В преддверии зимних праздников хочется видеть настоящие чудеса. Сегодня мы расскажем вам самые теплые и невероятные истории спасенных котиков. Девушка по имени Линдси увидела маленького котенка на своем заднем дворе в Бруклине. Он был настолько робким, что боялся людей даже издалека. Когда девушка выносила котику еду, несмотря на то, что он был очень голоден, он тут же исчезал. Так продолжалось два дня, пока Пушистик сам не решил подойти к добрым людям. Тогда девушка принесла котика домой, хорошенько накормила и согрела. Стеснительный комочек оказался девочкой. Кошка перестала бояться свою спасительницу и начала проявлять заинтересованность. У Линдси дома уже живут две спасенные кошки, поэтому она решила дать другим людям шанс позаботиться о маленьком существе. Она позвонила спасательной группе, которая привезла ей ее питомцев, Flatbush Cats. Они взяли под опеку эту милашку и уже нашли ей новый дом. В Окленде, Новая Зеландия, диспетчер 911 получил звонок о животном, который находился на оживленной автомагистрали. Когда полиция прибыла на место, они увидели маленького котенка, который прижался к бетонному заграждению. Животное испугалось людей и стало убегать прямо по проезжей части. Чтобы поймать потерпевшую, пришлось закрыть всю автостраду. Так полицейские взяли пушистика и посадили в машину. Но непоседа на этом не остановилась. Она смогла спрятаться за приборной панелью машины, так что пришлось ехать к механику, чтобы второй раз за день ее спасать. Диспетчер, который принял тот самый звонок, девушка по имени Гленда решила приютить эту воительницу у себя дома. Сейчас ее зовут Винки и она подружилась со своим новым другом Добби. Спасательная организация из Шанхая искала приемную семью для маленького котенка, которого обнаружили на улицах. На это объявление откликнулась девушка по имени Вин. Она недавно начала работать в агентстве по дизайну упаковок, которое поощряло приводить своих домашних питомцев в офис. Так она решила подарить свою любовь маленькой Злюке. У котика оказалась глазная инфекция. Он был очень раздраженным и мяукал с протестом. Но девушка не сдалась и вылечила подопечного, которого назвала Люцифур. Год спустя он немного подобрел и решил помочь не заскучать своей хозяйке на работе. Сейчас у него появился друг, которого также спасли. Спасательная группа Мини Кэт Таун нашла кошку и ее двух котят на улице. Двух новорожденных назвали Твисти и Ураган. Когда прошло две недели, то Абуи из организации заметила, что у Твисти проблемы с задними конечностями. Врач сказал девушке, что у котика тяжелая форма инвалидности и им нужно подумать об эвтаназии. Но Туа и слышать об этом не хотела. Так как задние лапки не совсем парализованы, она решила, что физиотерапия и специальные приспособления помогут Твисти жить как обычный кот. Туа и ее сестры благодаря информации из интернета соорудили инвалидную коляску. Через некоторое время Твисти не только привык к своей новой жизни, но еще и стал показывать улучшения. Недавно добрые люди из Нью-Йорка подарили ему новую современную коляску. Маленький котенок вместе со своими братьями попал в спасательную организацию из случайного мусора. Работники центра сразу заметили, что кошка вдвое меньше своих братьев. Также она быстро уставала и даже падала в оморок. Ветеринары обнаружили у малютки порог сердца. Более подробного исследования не позволял ее возраст. Спасатели назвали котика Дюймовочка. Пока ее братья уже нашли новый дом, она всеми силами боролась за жизнь. После сканирования результаты показали очень плохой прогноз. Врачи сказали, что ее сердце не выдержит и года. Ее новая семья Колин и Анна взяли Дюймовочку к себе и сказали, что будут с ней до конца. Но каково было удивление, когда кошка отпраздновала день рождения. За год она выросла и немного окрепла. О будущем никто не думает, а просто дарят этой малютке много ласки и любви. Оценивай видео и делись им с друзьями.